Есть министерство спорта у нас, министерство спорта в Беларуси, министерство спорта в России, то есть такая абсолютно постсоветская система, посттоталитарная. Там где вот медаль, это доказательство состоятельности политической системы. И тогда, неважно сколько это стоит, мы напряжемся, заберем там учителей, там заберем здравоохранение, для того чтобы, ну давайте по большому счету, не хочется это называть, купим эту медаль, но так вот вложимся, чтобы звезды спорта вот смогли завоевать эту медаль. И тогда мы всему миру доказали, что мы состоятельны. И тогда, возвращаясь в начале, все, что мы это обсуждали, вот это вот, в чем аморальность медального зачета? Что вот эта вот медальная витрина, она с одной стороны несет положительный, вот медаль она как бы гордость, и все радуются, и плачут, значит гимн и так далее и тому подобное. Все абсолютно положительные, позитивные моменты. Но с другой стороны, она получается вот перекрывает вот это вот понимание, реальную картину со спортом там, сзади. И позволяет спекулировать на эту тему, во всем ее разнообразии. Мы начинали обсуждать, когда первые разы вышли, надо признать, мы не все сделали достаточно правильно, вот тактически, с точки зрения разговора с общественностью. Или все неправильно сделали. Да, ну не все мы неправильно, но просто потому, что мы шли совершенно открыто, мы искренне шли объяснять. Мы не выстраивали никакую тактику, тактику там, знаешь, это замыливание глаза, чтобы человек раз, и потом поп, и ничего не может ответить. Если мы ставили такую задачу, мы шли просто честно рассказывать. И дальше первое, что мы столкнулись, на что вы замахнулись? Мы десятые в мире. Честно говоря, мы долго между собой пытались выяснить, вот там вот... Почему именно десятые? Десятые. Я даже по своей наивности полез в интернет, я потратил несколько дней, я гуглил на всех языках, я пытался найти вот этот вот рейтинг, вот рейтинг стран... По всем показателям. Да, как бы вот рейтинг стран, мировой рейтинг, там вот кто на каком месте в спорте стоит. Такого же нет рейтинга. Да его нету, да, вот на любых я пытался, там у международного олимпийского комитета. А оказалось, это мы на последней олимпиаде были десятые. На какой последней, Саша, извини, на последней мы были двадцатые. Это не ко мне, это к тому, кто... Нет, на зимней мы... Да, на последней лете, потому что на зимней мы были двадцатые где-то... Да не ко мне вопрос. Я ж помню, кто выступал с этим тезисом. Мы ж товарищей попросим ответить за... Я помню тоже нас. Просто, Гриша, что у нас как бы... Что самое неприятное? То, что пришел новый министр, и он в свойственной традиции, сам того не понимая, начал управлять. Хорошо или плохо, я не знаю. Пока не знаю. Но он пришел управлять. А задача, вот как бы, перезапустить эту систему, это перестать ей управлять. Дать саморегулировать. Это как механизм. Но самое главное, перестать ей управлять. То есть министр спорта, это не хозяйственник, который пришел наводить порядок. Что мы ждем? Вот мы хотим озвучить свои ожидания. Это не хозяйственник, который пришел наводить порядок, латать дыры и вести вот этот вот, там, не знаю, корабль, паровоз, в общем, по верному пути. Вот то, что делает сегодня министр, он как бы пытается быть хорошим хозяйственником в плохое время. Наши ожидания от него совершенно капитально другие. Перестать быть хозяйственником немедленно. И стать политиком, который будет выявлять вот эти самые важные моменты для того, чтобы перезапустить эту систему. Мы их назвали, эти вопросы. Потому что система работает вот так. Есть абсолютно, как бы, исчерпывающее количество, там, базовая, та база, на которой все находится. Она отключена от финансирования. И сама по себе является очень маленькой. Ну, то есть мизерной, там, в сравнении с нашими соседними странами, там, такими, как Польша, Италия, дальше, если их брать. И продолжает уменьшаться и уменьшаться. На фоне этого говорить о том, что все будет все равно хорошо, несмотря ни на что, это вообще-то безответственно и говорит об абсолютном непонимании предмета. Потому что что значит хорошо при уменьшении базы сферы спорта? Это значит плохо. Это значит очень плохо. Ну, это точно не хорошо. Ну, нельзя говорить о том, что мы будем ей помогать деградировать. Потому что, по сути, то, что сейчас говорит министр, вот эти вот бравые и бравурные заявления, они говорят в переводе, они говорят о том, что мы, ну, конечно, будет все хуже становиться, но мы будем следить за тем, чтобы это было в порядке. Чтобы это, вот это ухудшение, оно было по каким-то там понятным правилам и не сильно больно. По принципам социальной справедливости. По принципам социальной справедливости.